МОГИЛЁВСКАЯ ОБЛАСТИ Впервые город на Днепре упоминается в летописи 1267 года. Летописец Трофим Сурта написал о закладке Могилевского замка на высоком холме у излучины Днепра и его притока реки Дубровенко. В то время уже существовал рыбацкий поселок. В истории Могилева много радостных и горестных дней. Улицы города помнят многие войны – Ливонскую, Русско-Польскую, Первую мировую и самую разрушительную Великую Отечественную войну. Но как птица-феникс, Могилев всегда возрождался из пепла. Нынче областной центр живет яркой и, главное, мирной жизнью. Жители Могилева пишут его современную историю, основываясь на богатом наследии города. В юбилейный для Могилева год в экономическом профессионально-техническом колледже открыли музейный комплекс «Спадше народного краю». Соединились в нем прошлое и настоящее. Не один десяток лет директор колледжа Олег Баханович вынашивал идею музейного комплекса. В 2015-м создали историко-этнографический музей. В 2018-м открыли духовно-просветительский центр. В 2022-м году музейный комплекс полностью завершили. В фондах музея 11 тысяч фотографий и документов, 7,5 тысяч артефактов – от первобытности до современности. Девять месяцев в общей сложности проходили работы. Мы начали в феврале прошлого года, но пандемия, другие обстоятельства заставили нас прерваться. Пять месяцев мы с февраля работали, создавали галерею ремесел, ну а четыре месяца мы создавали остальные 10 помещений. Это не просто гордость. Мы уверены, что кроме наших людей, его будут посещать тысячи, десятки тысяч людей. Потому что все это соответствует исторической правде. Этот корпус к колледжу присоединили 7 лет назад. Чтобы в его помещении разместился музей, из подвала довелось вывести 14 машин мусора. Но масштабный исторический проект того стоил. Первым из 17 залов была готова галерея ремесел. Ее создавали руками учащихся. Она символизирует белорусский быт. Если обратить внимание на левую стену, здесь у нас представлены ремесла. Причем вот они называются на белорусской мове. Это древние ремесла, которые практиковали наши предки древнейших времен. И вот зал отражает из себя то, как эти ремесла эволюционировали к 21 веку. С 1997 года в колледже работает первый в республике центр профессиональной адаптации и социальной реабилитации детей с особенностями психофизического развития. В фонды галереи вошли работы и этих учащихся. Эти дети получают профессии в основном лазоплетения, соломоплетения. То есть так они интегрируются в социальную жизнь. И вот работы, которые представлены в этих залах, в перемешку, конечно, с историческими экспонатами, есть и они, это работы наших мастеров и наших учащихся, которые мы накопили за более чем 25 лет, ну почти за 25 лет до истории. В годы войны Могилев сильно пострадал. Последствия фашистской оккупации — это разрушенная инфраструктура, но самое страшное — тысячи человеческих жертв. Еще 30 тысяч могилевчан были вывезены на принудительные работы в Германию. Зал боевой доблести хранит знаковые истории сражений и портреты героев, которые в разные годы отстаивали независимость страны. Это и наши знаменитые князья, военачальники, которые гремели на всю средневековую Европу, защищая и в военных походах, и в оборонительных войнах против крестоносцев, против монгол-татар. Это наши и знаменитые гетманы, такие как Иаркар Хаткевич, Константин Острожский, которые проявили себя в сражениях, в том числе и с русскими воинами. Был такой период, когда воевали в АКЛ Россия. Ну и, конечно, герои-полководцы, проявшие себя в годы Великой Отечественной войны. Разместились в музее 46 макетов и 9 диарам. Рассказывают они не только о бытии жителей Могилевщины и архитектуре. Вот, например, история Кличевской партизанской зоны. Своей деятельностью, подрывом мостов, уничтожением вражеской техники, эти отряды всячески приближали победу. Кличевская партизанская зона насчитывала около 18 тысяч бойцов. Из настоящего во времена действия Кличевских партизан переносит макет. Его, как и многие другие, изготовил мастер Александр Матолин. Этот макет делится на две части. Это существующая деревня с памятником и деревня того периода, когда случилась трагедия. Это было лето 42-го года. Грунт, который тут насыпан, это естественный грунт, настоящая земля. Взята именно из деревни Усакина. Что может символизировать, и появляется такое ощущение, что тут даже есть пыль, пепел, сгоревший в той деревне. Как и диорама Буйническое поле, также она разделяется на две половины, существующее Буйническое поле и Буйническое поле 1941 года. Тут взят тоже грунт из деревни Буйнич, именно из поля. И самое интересное, что я считаю, что возможно, но это все же не исключено, что есть какая-то частичка праха Симонова. За годы оккупации гитлеровские захватчики сожгли 9188 сел и деревень Беларуси. В Могилевской области 1666. Жертвами нацистов стали тысячи безвинных. Особое внимание в музее уделили теме геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В сборе информации по этой теме помогла областная прокуратура. Новые факты о зверствах фашистов установили при расследовании уголовного дела о геноциде. Особенно это актуально в условиях сегодняшних событий, когда идеи нацизма, неонацизма, насилия, вражды по социальному, национальному признаку в странах все больше приобретают распространение. И поэтому наше поколение, более молодые люди, должны впитать в себя внутрь, до глубины души необходимость сохранения исторической памяти и защиты суверенного нашего государства и передать это своим детям. В музейном комплексе запечатлены яркие фрагменты из жизни Союза Советских Социалистических Республик. Как символ эпохи и олимпийский мишка, и серп, и молот, и различные бытовые мелочи. Каждый экспонат – это частичка той семьи учащегося, работника, который его принес. И, конечно, получается, что сохраняется память о тысячах-тысячах семьях. Да, в том или ином виде они отражают как историю отдельной семьи, так и историю эпохи. Реплики картин знаменитых художников сделали учащиеся и преподаватели. Через творческое наследие они прикоснулись к истории. Моя самая любимая картина – это одна из картин цикла Михаила Савицкого «Цифры на сердце». Почему эта тематика, почему эта картина, что в ней есть? В ней есть очень много эмоций. Она очень эмоциональная, на самом деле, картина. Яркими цветами художник передает, вот просто душу выливает на эту картину. И вот на самом деле писать эту картину было очень сложно. Потому что вместе с художником, который писал эту картину, ты чувствуешь все эти эмоции, все эти переживания. Над оформлением 17-ти залов трудились 45 будущих художников-оформителей. Лично для меня это был первый опыт рисунка красками на стене. Были свои какие-то неудачи, были свои какие-то ошибки, но также после этого исследовали результаты. Когда ты смотришь на уже полностью готовую картину, ты осознаешь, что вот эти все ошибки, неудачи, они твустоили. Музейные комнаты переносят из настоящего в прошлое. К созданию соответствующей атмосферы оформители подошли серьезно. Музыка, тона и полутона делают свое дело. Цветовая гамма, цветовая палитра, какие-то приемы работы, рельефы, какие-то, может быть, это все художественные приемы для того, чтобы сделать изображение более эмоциональным, чтобы повлиять как-то на зрителя, более так донести какую-то идею до него. Музейный комплекс «Жемчужина экономического колледжа». Ради будущего здесь соединили прошлое с настоящим. Увидеть экспозицию может любой желающий. Двери экономического колледжа открыты для гостей. Музейный комплекс «Жемчужина экономического колледжа»